Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет! У нас уже новый день. Второй день в дороге. Мы находимся в Волгограде уже. Поверните налево. Поверачиваем. Ищем где перекусить. Думаю успеем на завтрак. Вкусные точки. Потому что время 20 минут 11. А по-моему завтрак до 10. Опять опоздали. Уже сколько ездим в дорогах. И всегда мы опаздываем на завтрак. Не успеваем до городов доехать. Повела навигаторность. Угу. Уй-й-й-й. Уже сколько ездят. А здесь по-реветерам. Угу. 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 А в кафе у нас их нету. А, их вообще нету. Два чизбургера и наггинсы. Так, два чизбургера. Шесть наггинсов. Что, сырный с наггинсом? Кетчуп. Бери кофе, мне не надо чипеть, у меня есть сок. И кофе. Капучино. Средний, там, да. Я не выспалась, признаюсь. Он меня разбудил. Мы вчера до часу ехали вечером. Вечером мы все ехали, ехали до часу ночи, короче. Заехали в ту гостиницу, где мы останавливались, когда мы ехали туда. Она мне такая говорит, а там через кафе заходишь? И она такая говорит мне. И я зашла сперва в гостиницу, а никого нет. Потом пошла через кафе. И думаю, почему никого нету? А она такая говорит, а там, говорит, осталось два номера. И они, говорит, холодные. А? Они, короче, холодные, не отапливаются. И мы поехали дальше. Чек нужен? Нет. Проезжайте, конечно. Спасибо. Так вот. И она говорит, а у нас нету теплых мест. Два номера остались, и они холодные. Здравствуйте. Спасибо. И нам пришлось ехать все дальше и дальше. И нам пришлось ехать дальше и дальше. Мы ехали, ехали. Еле как, короче, остановились наше место. Еле как. И уже было, короче, ни тогда съемок, ни до чего. Мне рубило страшно. Я уже все. Я говорю, Рушан, я уже не могу ходить. Говорю, здесь надо расти. Я встала и говорю, в машине могу спать. А холодно, зима же все-таки не дело. Нашли место. Ну, это уже в городе Камышево. Не знаю, там на въезде есть гостиницы. И Рушан меня сегодня в 7 утра разбудил еще. Во-первых, поздно легли, а легли все, представляете, и я спать не хочу. У меня сон прошел, я спать не хочу. В 7 часов меня поднимают. Муша говорит, вставай, говорю, давай поехали. Я говорю, нет, ты что, еще спать хочу. Опа. Мой пришлось вставать. Надо домой, домой. Она говорит, домой хочу. Говорит, давай вставай. Опа. Ну, что делать? Встала. Поехали домой, дальше. Вон, смотри, у Патрика какая-то, какой прицепный крест. А, там лошадь, да? Вот такая короткая, нарисована лошадь на ней. А как туда лошадь поместится? Пони. Ну, только что ездил. Пони. Ой, купи делай. И поехали дальше. В общем, так. Главное, кетчупами есть. Не забыли. Найдем эти сережалы через бургер? Да. О, как он пахнет. Я кушать хочу. У нас сухари какие-то там оставались. Сухарики. Надо вот еще в магазин заехать. Мы сейчас в Леруа, да, поедем? Нет, мы сейчас домой поедем. А я там, в принципе, скорее всего не поедем в Леруа, потому что... Все. Ну, я вот пока этот, пока спал, я уже придумал, как все сделать. В смысле, пока спал? Где ты спал? Ну, пока ночью спал, я придумал, как все сделать, чтобы не ехать в Леруа. Я не хочу на это. У нас в последний день, когда вот перед отъездом, ну, мы не планировали еще уезжать, мама позвонила. Во-первых, мама заболела очень, у нас такая погода была жуткая. У нас такой ураган был. Кристина говорит, мы даже, говорит, эти автобусные ворота открыть не могли. Там хороший минус, а он и... Плюс еще ветер. Плюс у нас ветер и плюс у нас влажность очень высокая. Ну, покушай так, чтобы на ходу не есть. Сейчас я кофе сюда поставлю. И это... А у нас, представляете, где у нас хоз двор, там открыто все. И у нас какой-то там ветер ледяной, река же еще. Мама, короче, заболела. Мама, говорит, так продувала страшно. Мама говорит, как вы, говорит, справляетесь, я в шоке. Я говорю, мама, ну, у нас же не каждый день такие ветра. Зайчик покушай. Ну, нормально, моложе. И вот мама звонит, получается, вот перед отъездом буквально. Мама позвонила и говорит, трубу прорвало у нас на кухне. Замерзла труба. Знаете, где баня у нас была? Сейчас у нас кладовка. Там перемерзла труба и лопнула. Мама говорит, я не могу понять, что такое шумит. И нет у нас горячей воды. И шум какой-то идет. Мама так испугалась. Маме теперь пришлось перекрыть, короче, всю воду полностью. Мама сидит уже, сегодня уже третий день без воды. Ну, мама так, наверное, включает. А где мама воду берет? Там просто, ну, можно включить пока. Да, мама, короче, набрала себе баклажку воды. Нашла бегом баклажку, набрала воды. И это вот так вот пользуется. Ну, это же не дело, это не помыться, это не в туалет сходить нормально. Это же и животных поить надо. Мама вообще говорит, я в шоке, говорит, я не знаю, что делать. А до этого мама говорит, дядь Коля приходил. А у него что-то, он у него просто перемерзли, да, трубы? Он приходил. У него перемерзла труба и вообще воды не было. Да. У нас она перемерзла и лопнула. Лопнула и начала где-то сочиться. Ну, сильно, мама говорит, прям это слышно хорошо. Да. И мама включает, говорит, воду и даже колонка не срабатывает у нас. Вот дядь Коля, говорит, приходил за водой к маме. Говорит, труба перемерзла. Мы еще домом, ого, что это там за погодку? У нас такого еще ни разу не было. Так что едем спасать теперь наш дом, нашу маму. Но я маме сказала, говорю, мамуль, там лимон. Ну, не стесняйтесь, пожалуйста. Мама все боится обделить нас. Все переживает, что она съест наши лимоны или еще. Ну, я не знаю, может все так. У тебя мама тоже, да, такая? Да, конечно. Не, я не хочу он горячий. Я говорю, мама, пожалуйста. Мы сейчас, говорю, купим лимон и приедем все сделаем. Говорю, пейте чай с лимоном, прям побольше жидкости. Мама говорит, на кухне находиться вообще невозможно. Холодно прям. Мама говорит, очень холодно. А чтобы что-то приготовить, говорит, поставила там бульон варить, да? А это, оставишь ее в дом, а можно забыть. И вот я столько, знаете, сколько раз забывала, картошку поставила варить. Рушан просит, картошку не отвори, там просто, ну, селедкой, допустим, иногда хочется поесть. Поставил картошку варить. Думаешь, пока варится, пойду в доме там что-нибудь сделаю, там поглажу, там стирку поставлю, там приберусь, либо еще что-то, либо видео смонтирую. Ну, что-то поделаю. А потом такая, картошка, приходишь, а она, блин, уже черная. Ну, это все опасно, да, там, кстати, пишут, зачем вам вторая кухня. Вот для этого вот и нужна вторая кухня. Это зимой, вот это, конечно, очень сложно. А летом это попроще. Мне кажется, не так забываешь, и ты летом больше на улице находишься, чем в доме. Поэтому летом очень нужна летняя кухня. Даже для заготовок, вот для всего, чтобы не болеть. Да и на Кубани, это тут везде. Это не мы строили, это изначально так было, густой такой, что дом летняя кухня, дом летняя. У нас, у нас бабушка в Бишкейке жила, папина мама. У нее летняя кухня была, у нее в доме не было кухни. У нее в доме только комнаты. А так летняя кухня еще только большая, помню, была эта летняя кухня, там два холодильника. Так прям здорово. Дедушка жив был, у кого мы купили дом. Вот он говорит, я когда к дом искал, они переехали из Литвы. И я говорит, для меня самое важное было, чтобы кухня была летняя. Отдельно в плане, чтобы в доме не было кухни. Чтобы домой заходить, только спать. Отдыхать. Отдыхать, спать. Чтобы не было такого, когда что-то жарят, чтобы был запах в доме. Я говорит, не переношу. Поэтому у меня вот при условии, у него было два условия, когда он брал. Чтобы была земля, и чтобы была отдельная кухня. Вот. Потому что я говорит, не переношу. И вот он. У людей. Так. И вот на Кубани. Куда? Вот смотри. У всех вот. Летняя кухня, летняя кухня. Ага. Не, мне нравится летняя кухня. Я от летней кухни даже избавляться не хочу. Ни в коем случае. Мне очень нравится летняя кухня. Очень удобно. Там даже, знаете, вот посуда, которая лишняя, там для гостей. Чтобы не захламлять свою кухню. Там в шкафы поставил, убрал. С глаз, да. Чтобы не мешалось. Гости пришли. Ну элементарно. На кухню ты что-то готовишь. А вот именно то, что касается запаха. Вот это. Жарить парень. Да. Жарить рыбу. Пошел на летнюю кухню. Пожарил рыбу. Там что-то такое. Чебуревок нажарить. Пошел на летнюю кухню. Нажарил. Причем уже все на выезде. Да. Надо бы навигатор включать обратно. Ну все. Мы навигатор включаем. Так что. Кто с Волгограда нас смотрит. Вам огромный огромный привет. 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 ��. У нас короче такой туман Там остановились машины По краю все стоят Боятся ехать Ну а что вы встаете? Да, все таково не везут Не, ну и безопаснее Просто я один раз в Пешкеке попала В такой туман Такие аварии были Хорошо, я так хорошо спряталась Ушла с дороги Ну там такой был как заезд Как называется? Карманчик такой Я туда заехала О, все видишь, здесь все дамы Все? Более-менее Поехали? Угу Вообще там туман страшно Там да, там было вообще что-то с чатом Вот это чудо едет 10 км в час И здесь сплошная Никто его обойти не может Там с нами уже такая колонна Он еще, видите, что делает Он дымит чем-то черным Вообще ужас Как это пахнет Угруженный потому что Да я не знаю, блин Как-то такие машины Либо выхлоп должны делать по-другому А по-другому как? Если на ту сторону Люди стоят Вверх куда? Вверх пускает Какой-то класс это Вот я просто не видел А тут уход наших камазов такое Такие, как бы я вот не видел У них у всех Городов идет наверх Стоит труба И вот такого нету Особенно бывает Знаешь, когда по встречке едешь У тебя окно открыто Он пру-как даст тебе Ну а с другой стороны Люди на саноках стоят Тоже не вариант У нас тут все равно Это выше головы же идет Нет, ручно кажется Он уже снизу идет Люди на остановках стоят И ему вот этот выхлоп даст И у людей Тоже не вариант То есть только наверх как-то, да, делать Наверх делать Блин, смотрите у нас какое лобовое Потому что по Ростовской области Там на дорогах такое творилось Фуры обгоняют, все Такое вот, уже вся дорога Вот на обочина Мокрая Ага Фуры обгоняют, все на тебя летит Мы столько фур видели Прямо с дорог улетают А вот, по-моему, еще одна Рушан Или, мне кажется Фура стоит? Нет, нет, нет На поле? Нет? Нет, нет, кабины стоят Но не фур Столько фур? Вот, я же вместо Уйди ты Собор Ну да, колонна там капец За нами, наверное, машин 20 Если не больше Чего он не ушел в карман? Вообще должен уступить дорогу Чтобы, блин, рассосались все А потом, спокойно, дальше ехать Вонять Я уже задыхаюсь Мы здесь вот такую штуку включили Я не знаю Мне кажется, она не помогает Как это называется? Вот, типа, что у вас улица Запахи не заходили Вот, это закрывается Но она не помогает Ну, она не помогает, но, наверное, марка Сплошная, сплошная, сплошная Ладно Че поделаешь? Будем дышать На камеру не передается Вся чернота, что выходит от него Ну, здесь жесть, конечно Смотрите, какой Это что? Чизбургер Это А, чикен Чикен Премьер, короче Гамбургер Какой Симпатяшный Ноги Сейчас на Ты мой зайчик Сейчас я иду Иду, иду Мои глазоньки Ой, ты мой Иду, 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 иду Сейчас, Рушан, открою дверь У меня ноги Как пружины Это просто что-то Наконец-то Мы сделали это Рушан под конец уже не выдержал Говорит, садись за руль Я уже не могу Сейчас, сейчас, сейчас Сейчас, мой хороший Сейчас, мой хороший Сейчас Рушан придет Скажи, да что такое? Че так долго? Че так долго? Пилотик 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 Соскучился? Соскучился? Малыш плачет Так, чтобы он не вышел А то у нас воды нет Так, заходи, заходи, заходи Привет Привет Ой Ой, какой хороший Ой, ты мой хороший Ой, ты мой хороший Стой, стой, стой Стой, стой Стой, пойдем Сейчас я тебя откручу Соскучился? Ты соскучился? Пойдем, пилотик Ой, ой, ой Свет воняет Ой Идем сюда Пойдем на диван На диванчик Идем сюда Я тебя поглажу Давай, давай, давай Иди сюда Иди ко мне Привет Пилотик Ты соскучился? Ой, ой, ой Ой, ой Он обниматься лезет Целеваться Скажи, где вы были? Где вы были? Не знаю Ты мой зайчик Так, проверка С кем изменяли С кем были? Ой, ой Рушан, что с тобой? Ты это Отлежал? Не, не идут Я отсиделся Мама, говорит, хлеб сюда положила Я, говорит, не стала уже кухню открывать Закрыла Надо на кухне убрать хлеб Все, ура, мы дома Мы все будем переодеваться Доехали Электроды купил, Рушан Сейчас пойдем проверять Что у нас Ну, пол греет, да, Руш? Да Пилот, смотри, что у меня есть Вкусняшка Ну, короче, можешь открыть мне ее Вот с этой стороны Открой Сейчас я его буду дрессировать Сейчас, подожди Подожди Пойдем, смотри, Светлот У тебя вообще не видно Так Иди сюда Иди сюда Сидеть Сидеть Молодец Нельзя Ждать Ждать Вы бы его мосику видели Ждать Можно 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 Опа Опа Ты не хочешь? Пилот Собаки лают Она тякается Тихо Иди сюда Пилот Хватай давай Хватай свою вкусняшку Давай Хватай Хватай Ты че? Ты как с сигарой с ней носишься Собаки лают Отвлекают его А я щас заберу твую вкусняшку Где твоя Где вкусняшка? Ну-ка давай Хватай ее Все Ладно Все Поздравьте Мы наконец-то дома Мы это сделали Дорога была трудная Ну Хорошо Что мы были вдвоем Реально Это поддержка Друг друга Это безопасность В первую очередь Рушан Иногда не справляется Это надо и туда Сюда смотреть А тем более Когда с прицепом Это намного сложнее Куда-то заехать Откуда-то выехать Где-то помочь Выйти Выйти задом Это конечно Хорошо Когда вдвоем Вот так вот Да? Все? Уже слопал Все? Слопал Пилот Ты слепал Слопал Пилот Сиропа Сиропаторот а вот это трубы на эти твою вкусняшку отнесли туда старай капитан как беременная да у нас а ты уже съел свою понял все пойдем давай кушать руки с бабки помочь еще такое куда собрался а ты чудес а как обычно облизываешься пилот до облизал всех по облизывал получишь по морде от нее мужик не лезть она кстати за чем не давать если он уже переигрывает если она понимает что он уже все ей надоел она да она ему даст хорошенько данный до пилот но он играть хочет не она нет мамочка приготовила нам здесь суп гороховый свеженький еще тепленький картошка тушеный руж с мяском сейчас покажу еще здесь здесь еще что-то и печенюхи чая какая мама у нас молодец до пилот мама молодец чего будем руки с банки давай здесь про чуть-чуть намочен руж вот отсюда вот так вот еще не закончилась полчаса и вода будет я надеюсь что успею за это время ты куда собрался ты куда собрался куда собрался пилот все уселась ждет когда теперь выпустит до нэнси нэнси ты чего ждешь он смотрит на двери когда теперь ее выпустит ты чё будешь чтоб картошку да я суббоду обожаю гороховый суп точно будешь картошку она тоже жидко картошка ну да жидко а еще там где-то сухарики можешь посмотреть мама сказал сухарики в банке приготовил все больше подогревать и картошка у нас все сидите да что тот на улице что-то на улице хотят оба хотят оба пилота точно сейчас мыть не чем были на пилота нельзя пилоты ты ты должен терпеть че тирсан а фанэнси уже начинает нам концерты закатывать уже начинает мягать так все всем приятного аппетита не вам не вам не вам не вам вот все начинается фрики выпустите а он у нас вечно такой сбалованный был сухарики классный нэнси вот такие вот морозы были пока нас не было у мамы давление в доме упала полностью не ожидал бы это за все время получается на первый раз такое до этого тоже помнишь были морозы не было спасибо мамочки огромное за вкусный ужин и за помощь нам проделанную что мама ухаживала за животными я сегодня утром звоню грамма мульвар выезжайте домой а мы вечером приедем уже всех покормим а мама говорит нет я хочу сама я теперь как будто в там без всех я теперь буду по всем скучать что я смотрю многие пишут что маме в тягость маме в радость может быть даже тяжело я не спорю но маме в радость это все и мама даже иной раз ждет что мы куда-то съездили что мама приехала к нам побыла с нашими животными поухаживала покормила попоила трудную работу мы конечно там как свинарник почистить такое нет рушан завтра будет свинарник чистить заходит труба труба пошла туда вот вот там где-то она лопнула видимо возле стены замерзла пилота хватит и чё такой мальчик хочу делать а мне нужно это то теперь обрезать не заварить трубы это просто это не вариант здесь я допустим попадался ну да а там не чувствуешь где мокрый не мокро что понять есть там мокрый здесь хорошо как там тоже значит надо разбирать нет если я здесь уже обрежу заварю все три пусть нам трубы устоят они ничего не будут потом когда кладовка пустая будет да можно будет полки убрать эту часть потепло будет да сейчас какой смысл снимать роли никакой не сыграет здесь на достается мне как-то вот здесь и заварить это сделать честно внимание приложу прилетит прям это верхнее обрежу это у нас нет горячая вода которая идет туда ею в принципе могу заглушить гореть и забыть мне да а вот холодную воду не проблем не старушь тебе чем принести сюда какие там инструменты все тогда я пойду машину разгружать все что сзади по местам по стирка все столько там вещей у нас надо будет убирать до банок сколько бутылок да вот этих отстоков да вещи вещи да сейчас это все стирку о какого цвета у нас машина нынче уже в сарае в свою вкусняшку ест пилот он дома у нас конечно намного теплее намного теплее прицеп бедолага открыть нет оба смогла и вот это вот я сейчас все 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 буду я убирать конфеты эти остались там где-то еще не выпали так что вот и там видите пакет и пакет и с вещами пакет с вещами пакеты пакеты сумки пакеты короче полно всего так почти все разгрузила там тоже все разгрузила это уйдет патрику с максом у них свои вкусняшки о конфета им надо это косточки у них свои вкусняшки здесь надо будет все мыть что я смотрю здесь рушан кофе разлил но ничего это все вымоется и почистить естественно не сегодня видите мокрое все какое грязное особенно на камеру смотрится еще грязнее давайте посмотрим что там рушан делает и я эту уберу лимонку лимонную кислоту так посуду мы помочь естественно не можем воды у нас все белое какое все я и так окно на сложное открыла придется настежь здесь пакет целый я его принесла я хочу сюда хлеб завернуть пакет что ли грязный надо его со стола убрать выброшу кислота лимонная конфеты кстати бутылка это мы когда еще туда ехали купили воду и вот посмотрите она даже стоять не может видите не вода шка до сих пор лед я уже спальнике видите сложила я открыла рушан начнут ага даю держи получается у тебя пока непонятно пока сложно сказать ну ладно если я чё сделал помою все помоешься помолишься помоешься а боже ну и слышно два штука гудит здесь прям под ухо и помолюсь и помоюсь и все получится у тебя конечно все я машина разгрузил только твои такие оранжевые штуки веревки я не убирала руш там твои перчатки а вещи вот это вот все все я убрала уже конечно здесь намного теплее я прям без шапки не в припрыжку как там а спокойно все делала